После встречи с медведем выжил грибник из Елизова. Разъярённый хищник атаковал мужчину 14 августа в районе СНТ Авача-1 на пятой стройке. Как сообщили в МЧС региона, горожанин получил травмы руки и головы, но чудом смог сбежать от Косолапова. Позже раненый мужчина позвонил своей соседке по даче, а та уже передала информацию экстренным службам. Сразу после поступления сигнала на место отправились спасатели, сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Однако первым до грибника добрался охотовед. Он вывел пострадавшего на дорогу. Там сотрудники МЧС оказали мужчине первую помощь. В настоящий момент он находится в реанимации Елизовской больницы. Как отметил министр ПЧС региона Сергей Лебедев, медведь вовсе не милое создание из детских книжек. Это безжалостный и методичный убийца, который обязательно покажет свой нрав. Кормить диких животных нельзя ни в коем случае. Этим человек подвергает опасности не только свою жизнь, но и подписывает Косолапому смертный приговор. Чтобы не стать жертвой бурого хищника, следует соблюдать несколько правил. Не бежать, не проявлять агрессию, встать в полный рост, поднять над собой вещи и тихо уйти. Также очень важно иметь с собой средства отпугивания диких животных. Напомним, номер вызова всех экстренных служб 112. Вчера, 14 августа, в Елизовскую районную больницу поступил пациент. Последствия нападения дикого животного, конкретно медведя, поступил с множественными травмами, как поверхностными, так и нарушениями порно-двигательного аппарата, переломами. Конкретно весь диагноз я не имею права разглашать. Тем не менее, травмы достаточно серьезные. Пациент находился в реанимационном отделении. Сейчас его состояние стабилизировано. Он переведен в травматологическое отделение Елизовской районной больницы. Уважаемые жители Камчатского края, убедительно просим вас быть внимательными, соблюдать настороженность и соблюдать все требования или правила Министерства чрезвычайных ситуаций и другие рекомендации, связанные с посещением леса, избегать контактов с хищными животными. 10 лет колонии и 7 миллионов рублей компенсации родственникам погибших. В столице Камчатки вынесли приговор виновнику смертельного ДТП на БАМе. Авария, унесшая жизни двоих людей, произошла в апреле. А в начале августа выживший водитель-пьяница предстал перед 35-м гарнизонным военным судом. Уголовное дело рассматривали именно там, потому что виновник трагедии является военнослужащим. Суд установил, что водительских прав у мужчины не было, за руль он сел пьяным. В итоге поездка обернулась столкновением со световой опорой и гибелью двоих пассажиров военнослужащего. Его приговорили к 10 годам колонии общего режима. На 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также частично удовлетворены иски потерпевших на общую сумму в 7 миллионов рублей. Приговор суда в силу пока не вступил. Напомним, резонансное ДТП случилось в микрорайоне «Горизонт» в Петропавловске 8 апреля. Водитель гнал «Субару Форестер» по проспекту Циолковского. Не справился с управлением, влетел в фонарный столб. Удар был такой силы, что машина превратилась в металлолом. Пассажиры – женщина 43-х лет и мужчина 34-х – скончались на месте. Чтобы извлечь тела из смятого внедорожника, потребовалась помощь спасателей. 25-летний водитель выжил. Его в момент столкновения выбросило из автомобиля через лобовое стекло. По данным источников телеканала «41-й регион», впоследствии мужчину госпитализировали в отделении травматологии. Ему диагностировали перелом ребер и сотрясение мозга. Дополнительные меры, регулирующие розничную продажу алкоголя, планируют ввести на Камчатке. Так, одно из намерений – полностью запретить торговлю спиртным в точках, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект осенью обсудят на сессии регионального парламента. В этом году мы уже приняли соответствующие изменения в наш краевой закон. Мы ужесточили требования к продаже алкогольной продукции в общественном питании, в тех точках, которые расположены в многоквартирных домах. И мы ввели ограничения по требованиям к времени продажи. Сегодня время продажи алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах, запрещается с 10 часов вечера до 10 часов утра. Исключение составляют только рестораны, расположенные в домах. Здесь торговать продукцией могут круглосуточно. Кроме того, разрешена продажа алкоголя в новогоднюю ночь. Подбираемся к задаче борьбы с тем, что мы называем пивнушками. Мы понимаем, о чем я говорю. Это, как правило, точки продажи пива, которые фактически маскируются под общепит, такой псевдо-общепит, который фактически круглосуточно торгует пивом. Здесь мы прорабатываем вопрос на муниципальном уровне. Решением проблемы должно стать ужесточение требований. Запланировано введение норм для расстояния от многоквартирных домов до точек продажи алкогольной продукции. Когда у тебя упадок силы, нужно выполнить что-то по работе, то они мне, в принципе, помогают взбодриться. Перестало как-то действовать. Такие хитрюги, они начали выпускать разные вкусы, лимитированные какие-то серии. У меня было ощущение, что это просто какой-то ритуал, без которого мой день пойдет неправильно. Это слова жителей Камчатки о пристрастии к тонизирующим напиткам. Одни привычку употреблять энергетики постарались оставить в прошлом. Другие и сегодня не прочь то и дело получить обещанный производителями эффект бодрости. Ассортимент такой заряжающей продукции сегодня широк, но спешить покупать ее не рекомендуют, в том числе на федеральном уровне. Весной вступает в силу закон, запрещающий продажу энергетиков тем, кому меньше 18. Вот так просто взять с полки бодрящую баночку, оплатить на кассе и выпить. Теперь такая обыкновенная схема не должна работать во всей стране. Важно доказать свое совершеннолетие. А если купить все-таки получилось, успех ли это? Вопрос спорный. Тревожность, бессонница, раздражительность, обезвоживание, учащенное сердцебиение. Это неполный список симптомов из открытого медицинского источника, с которыми может столкнуться человек при передозировке тонизирующими напитками. А перешагнуть границу допустимого совсем нетрудно. У них там достаточно хороший состав, если рассматривать его по отдельности. Тот же кофеин, допустим, элькарнитин или мелатонин. Если их смотреть каждый по отдельности, то там достаточно хорошие позитивные эффекты от них могут быть. Но опять же, если это употребляется все в умеренных дозах. Но с учетом того, что все это набрано в одну бутылочку, то все концентрации начинают превышать допустимые суточные нормы для взрослых и тем более для детей. Больше всего страдает нервная система. Перегруз может довести даже до депрессии. И вопреки надписям производителей не увеличить выносливость, повысить внимание и подарить заряд энергии, а спровоцировать противоположный эффект. Развивается, во-первых, зависимость, когда хочется выпить больше и больше. Во-вторых, зависимость от вкусовых качеств этих напитков и последствий, соответственно. Они могут приводить к мигреням достаточно сильным. Одних привлекает вкус энергетиков, других – самоощущение после выпитой баночки. И начало отношений со стимуляторами бодрости может быть разным. Вообще энергетические напитки я употребляла еще во времена студенчества. Потом как-то был перерыв небольшой. А сейчас с выходом на работу иногда приходится тоже употреблять. Я для себя выбрала один определенный из нескольких, который мне, так скажем, заходит, от которого я вижу какой-то эффект. Потому что пробовала другие тоже напитки. Но мне они и по вкусу не нравились, и по эффекту. Я пила энергетики каждый день, где-то около полугода точно. Иногда бывало, что по два. Ну, в первую очередь, потому что это вкусно. А во вторую очередь, потому что мне казалось, что это как-то помогает мне улучшить мою работоспособность, активность. Делало меня бодрее. Но я думаю, что это было неким ритуалом скорее, нежели действительно я ощущала какой-то эффект от энергетических напитков. Раньше, когда были пары, я не успевал просто делать контрольные работы, соответственно, ходить на пары. И периодически покупал эти напитки, чтобы как-то энергетически зарядиться, чтобы весь день просто не спать на этих самых парах. Замечали какой-то эффект? Да. Но сейчас, серьезно думаю, что это как самовнушение. Когда я, говорю, начала задумываться о том, что пора бы как-то этот пласт уменьшить, это составляло в среднем 5-6 кружек кофе в день натурального, плюс 5-6 баночек энергетика. Долгие годы дали свои плоды, сейчас я, в принципе, вполне подконтроль. Но все равно нет-нет, у меня бывает такое, что хочется энергетиков, и здесь стараюсь сдерживать себя. Дело в том, что главный ингредиент в составе у современных энергетиков – кофеин. Он стимулирует синтез дофамина, что приводит к изменениям в работе нервной системы. Поэтому длительное постоянное распитие энергетиков может вызвать развитие зависимости. Информация об этом и о других возможных последствиях чрезмерного употребления широко распространена. Года 4-5 назад прям была волна. Прям все пили энергетики в очень больших количествах. И у многих, да, у многих ухудшилось состояние здоровья сердца, давление, тремор был. То есть, ну, это были прям явные эффекты от них. Под конец дня прям очень сильная сонливость была. То есть, я с утра выпил этот самый энергетик, и к вечеру больше хочется спать, нежели без энергетика я весь день провел. Я не хочу демонизировать именно энергетики, но в моем понимании одно наложилось на другое. И непростая жизненная ситуация, какой-то затяжной стресс, плюс энергетический напиток, который усилил мою тревожность, как я считаю, привели к панической атаке. И меня это так напугало, это случилось впервые в моей жизни, что с тех пор я стараюсь энергетики не пить. Это влияет на работу сердца, печени и других органов. Но, к сожалению, я злоупотребляю этим, и все боюсь, что когда-нибудь меня кара настигнет. Примечательно, что в стране закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним вступит в силу только весной 2025 года. Но в 65 российских регионах подобные нормы уже были приняты ранее в числе таких субъектов и Камчатка. Камчатка впереди планеты всей, поэтому мы, как на регионе примем, через определенное время принимается это и на федеральном уровне. Это очень знаково. Мы все понимаем, какой состав у них, как они влияют пакутно. И они не только детям вредные, они вредны и взрослым, и детям. Просто взрослые они уже более осознанно, ну и ответственность несут. А ребенок, он может и выбирает, к сожалению, то, что ему здесь сейчас нравится, то, что он считает модно, менее осознанно. Поэтому мы не только детям, мы и взрослым рекомендуем не злоупотреблять тем, что вредно. Если продавец сомневается, что потенциальный покупатель энергетика совершеннолетний, он вправе потребовать паспорт или другой документ, подтверждающий возраст. В материалах к федеральному закону отмечено, что в ограничениях назрела острая необходимость, так как молодые люди потребляют тонизирующие напитки в неконтролируемом количестве, что вредит их здоровью. Дети малолетние, да, они часто приходят, но мы им, конечно, не продаем. А молодежь, конечно, часто покупают. С утра в основном взбодрится молодежь, наши сотрудники покупают. Энергетики могут пагубно влиять на здоровье. Эта информация не нова и, более того, размещена на самой продукции. Производители не рекомендуют напитки детям, беременным, женщинам, тем, кто страдает повышенной нервной возбудимостью и бессонницей. Так было и до подписанного закона. Однако новый документ может еще раз побудить взрослых людей пересмотреть ответ на вопрос – пить или не пить энергетики. Семь лет колонии дали матросу, который ударил ножом своего коллегу на Камчатке. Конфликт, обернувшийся трагедией, случился в мае 2022 года в одной из кают судно «Справедливый». Как выяснили в суде краевой столицы, оба матроса выпивали, в какой-то момент повздорили и принялись драться. Подсудимый сильно избил своего противника, а также ударил разделочным ножом в живот. Жизнь раненого пытались спасти медики, но, к сожалению, он скончался в больнице. В суде матрос своей вины не признавал и рассказал свою версию развития событий. Так, по словам мужчины, потерпевший под градусом сам несколько раз спотыкался и падал, ударяясь при этом о стоявшие рядом предметы. Подсудимый пытался доказать, что сам помог подняться коллеге и проводил в каюту, а через некоторое время вернулся туда и заметил, как матрос держит окровавленную руку у живота. Однако в эту историю никто не поверил. По словам членов экипажа, они были свидетелями ссоры. Одно из многих возникавших между двумя мужчинами и также слышали, как подсудимый предлагал раненому помириться. Таким образом, вина агрессивного матроса была полностью доказана. Его приговорили к семи годам в колонии строгого режима. На принудительные работы отправили неплатильщицу алиментов из Петропавловска. Обвинительный приговор 36-летняя женщина услышала в суде краевой столицы. Как сообщили в прокуратуре региона, она не платила за содержание двух своих детей. Горе-мать за год накопила долг в 200 тысяч рублей. С ней пытались говорить правоохранители, но профилактические меры не принесли никаких положительных результатов. В суде горожанка признала свою вину. В итоге ей придется полгода провести на обязательных работах, а из заработков доход государства удержат 5%. Часть домов микрорайона Мишенны-3 в Петропавловске не подключили к новой системе водоснабжения. Инженерные сети Камчатский водоканал укладывал под землей в 2022 году, но жильцы улицы Северной пока не смогли оценить положительных изменений. На жалобы горожан по этому и другим вопросам, связанным с масштабными работами в микрорайоне, отреагировали власти. Ход ремонта постоянно курирует депутат Заксобрания региона Владимир Агеев. Он совместно с парадесантом «Единой России» организовал выездное совещание, на котором жители Мишенны-3 рассказали, что их волнует. Большой мониторинговой группой приехали в район Мишенны, где реализуется достаточно серьезный большой проект благоустройства. Этот проект реализуется не в рамках национального проекта, но ввиду его особой социальной значимости было принято решение, чтобы его также контролировала большая группа в составе и управления по национальным проектам, депутатов Законодательного собрания городской думы, представителей Общероссийского народного фронта, общественной палаты, прокуратуры. То есть та группа, которая у нас обычно контролирует национальный проект. Жители Северной обеспокоены, что асфальтирование дорог рядом с их домами начнется раньше, чем будет подключено водоснабжение. Также они подняли вопросы об установке линии наружного освещения и лежачих полицейских на дороге, по которой дети ходят, в ближайшие школы. Мы также выявили вопросы, связанные с тем, чтобы дополнительно установить две лестницы, по которым ходят жители, но они находятся в неудовлетворительном состоянии. Также было определено, что необходимо дополнительно установить столбы освещения на улице Тельмана и на улице 50 лет Октября, проспект 50 лет Октября. Ну и другие такие уже, так сказать, мелкие работы, которые выявлены в процессе реализации этого проекта. В целом мы видим, что работы выполняются достаточно хорошими темпами. Работает здесь практически каждый день 80 человек. Когда стоит погода, работы выполняются достаточно активно. Владимир Агеев уточнил, что все пожелания жителей микрорайона и работников социальных учреждений, с которыми члены мониторинговой группы пообщались во время выезда, будут учтены. Депутат рассказал и о ходе выполнения работ. Проезды в Мишенном-3 активно готовят к асфальтированию. Практически по всему району рабочие устанавливают лотки ливневой канализации и бортовые камни. А в межкварталки на улице автомобилистов уже укладывают новое дорожное покрытие. К первому сентября планируется закончить асфальтирование домов по автомобилистов 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 6, 7, 8 автомобилистов 15, 17. На данный момент уже заасфальтировано первым слоем, автомобилистов 19 заасфальтировано. Также работы ведутся и на завершающей стадии по адресу автомобилистов 29, 31, 33 и 2-я улица Северная. По данным подрядной организации, из 34 придомовых территорий и основных проездов к асфальтированию готовы порядка 20. В мониторинговой группе и парт-десанте указали на необходимость взаимодействия всех подрядчиков, которые работают в районе, чтобы все было сделано качественно. Сегодня мы видим, что работает и техника, и работают люди. Но, конечно, мы не будем снижать свой контроль, будем находиться в постоянном взаимодействии с жителями этого микрорайона, смотреть, чтобы все работы выполнялись так, чтобы жители были довольны. Понятно, что сроки, наверное, скорее всего сдвинутся, но самое главное, как мы всегда говорим, это качество. Поэтому качество работы будем контролировать сейчас постоянно и работать с подрядчиком в постоянном режиме. Напомним, в 2022 году в микрорайоне Мишенны-3 специалисты Камчатского водоканала приступили к работе по замене ветхих инженерных систем водоснабжения. В мае этого года должен был стартовать второй этап работ – асфальтирование. Однако прокуратура подала иск о расторжении действующего контракта с недобросовестным подрядчиком. В результате контракт был расторгнут и объявлена новая закупка. Планируется, что основной объем работ по асфальтированию будет проведен в этом году до наступления холодов. Добавим партийный десант «Единой России», который принял участие в выездном совещании в Мишенном-3, на постоянной основе инспектирует ход ремонта объектов народной программы партии. Активисты контролируют обновления и строительства школ, детских садов, дорог и объектов благоустройства, получая обратную связь от жителей, подрядчиков и общественников. Каждый пятый житель Камчатки не смог работать из-за обрыва магистральной линии связи в минувший вторник. Это показал опрос, который 41-й регион провел в социальных сетях. Еще 18% опрошенных переживали, что не могут связаться с родными и близкими. 14% людей пожаловались на невозможность платить за товары и услуги по безналу. Но для третьих участников опроса интернет-блэкаут прошел незаметно. А некоторые даже считают, что перерыв в работе связи пошел им на пользу и позволил сделать дела, которые давно откладывались. Например, почистить галерею изображений в телефоне. Напомним, мобильная сеть и интернет пропали на Камчатке 13 августа в полдень и отсутствовали на протяжении почти трех часов. Причиной стало повреждение оптоволоконного кабеля в Сокаче. Во время работ по благоустройству. Култучное озеро в Камчатской столице очистят в рамках нацпроекта «Экология». Вопрос о поддержке мероприятий по расчистке водоема подняли на рабочей встрече, которую глава региона Владимир Солодов провел с министром природных ресурсов страны Александром Козловым. В следующий этап реализации национального проекта по очистке водных объектов должны войти два наших ключевых объекта. Это озеро Култушное в центре города, которое является частью развития Петропавловска-Камчатска в рамках мастер-плана. И его очистка позволит создать вокруг него привлекательный и экологически безопасный природный парк. Расчищать водоем будут в рамках объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов страны. На встрече с министром природных ресурсов поднимался и вопрос строительства дамбы в селе Соболево. Этот объект также войдет в программу нацпроекта. Его возведут для защиты местного населения от паводков. Вся необходимая для этого документация получила положительное заключение госэкспертизы. Обсуждались на встрече и перспективы развития системы особо охраняемых природных территорий полуострова. Мы являемся флагманом в стране и продолжается укрепление наших территорий. В ближайшее время должна быть завершена работа по передаче двух кластеров природного парка вулкана Камчатки, Южно-Камчатского, Ключевского. На федеральный уровень это позволит существенные дополнительные ресурсы привлечь в развитие, укрепить инфраструктуру, ну и вывести на качественный уровень защиту тех территорий, которые массово посещаются туристами, что мы видим сейчас в высокий туристический сезон. Напомним, парки Южно-Камчатский и Ключевской, а также Налычево и Быстринский входят в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Все они, наряду с заказниками и памятниками природы регионального значения, входят в природный парк вулканы Камчатки. Водные гонщики на Камчатке распугали сиву, чьи мирно отдыхавших на лежбище. Неизвестные на гидроциклах ради развлечения нарушили покой морских львов, а после продолжили кошмарить других животных. Об этом рассказали туристы, которые в составе группы были на морской прогулке. По их словам, от лежбища водные гонщики последовали за катером путешественников к месту кормления китов-горбачей, распугав уже их. Капитан экскурсионного судна посетовал, что подобное варварство можно наблюдать регулярно. Между тем, Минприроды Камчатки еще в 2021 году создала рабочую группу из экологов. Они написали правила наблюдения за морскими животными, включая сивучей. Так, приближаться к лежбищам разрешается только с подветренной стороны. Рядом с ними, в частности, нельзя шуметь, преграждать животным путь в воду, кормить, бросать в них любые предметы, а также находиться с собаками в радиусе менее километра от границ лежбища. Два новых автобуса пополнят парк общественного транспорта Елизовского района. Это крупные полу-низкопольные машины производства нефтекамского автомобильного завода, которые вмещают более 80 пассажиров. Свежая модель 2024 года. Они оснащены климат-контролем и системой видеонаблюдения, а также пандусами для маломобильных пассажиров. Закуплены автобусы на деньги из краевого и муниципального бюджетов, а также из средств предприятия-перевозчика. Нефазы будут курсировать по двум маршрутам – по 110-му до термального и по 116-му до лесного. Комментируя обновление общественного транспорта, глава района Сергей Тюлькин отметил, что из 16 автобусов, которые работают на маршрутах муниципалитета, теперь осталось только 4 старых. Готовы к большому старту. Торжественная церемония открытия молодежного форума «Экосистема» «Заповедный край» пройдет на Камчатке. Организаторы запланировали много сюрпризов. Обещают, что будет увлекательно, в частности, из-за приглашенных гостей. Я очень сильно люблю тебя ведь Хедлайнер мероприятия – группа «Корни». Музыканты выступят в завершении вечера. Но и это еще не все. В рамках торжественной церемонии выступит группа «Корни». Барабанное шоу из города Москвы и лучшие артисты Камчатского края. Приглашаем всех жителей Камчатского края и гостей нашей Камчатки на торжественную церемонию открыть. Открытие молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» проведут 20 августа в 8 часов вечера на площадке биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова. Добавим, 19 августа начнет работу «Первая смена». Форум будет проходить на базе круглогодичного молодежного образовательного центра «Экосистема». Участниками «Первой смены» станут 300 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов России и из 18 стран мира. Обновленные помещения, современная техника, решение ситуации под ключ. Все службы занятости модернизируют до конца года на Камчатке. Зампред регионального правительства проинспектировала ход ремонта в Елизовском отделении кадрового центра. Сейчас там ведутся строительные работы, заводится новое оборудование и современная мебель. В рамках национального проекта «Демография» Камчатский край участвует в программе модернизации центров занятости, создании так называемых кадровых центров под единым брендом «Работа России». Эта работа была начата на Камчатке еще позапрошлом году, но в этом году самые масштабные мероприятия проводятся. На эти цели выделено порядка 160 миллионов рублей, основная часть которых – это средства федерального бюджета в рамках национального проекта. В этом году на Камчатке зафиксировали исторический минимум безработицы. Большая часть жителей региона трудоустроена. Работодатели столкнулись со сложным вопросом – поиском и подбором кадров. В этом им сможет помочь обновленная служба занятости населения. Сегодня у нас, по сути, на 5000 вакансий приходится менее 1000 безработных. И это говорит о том, что задача кадрового центра – подбор специалистов осуществлять не только из жителей Камчатского края, но и взаимодействовать с другими регионами. Перед сотрудниками кадровых центров стоит задача ускорить процесс трудоустройства, привлечь больше работодателей, а также предоставлять комплексные и персонализированные услуги. Карьерные консультанты будут разрабатывать индивидуальную программу поиска работы. Конечно, сегодня те пространства, которые создаются в новом формате в кадровых центрах, позволят нам собирать людей по интересам, собирать фокус-группы, объединения, общественников, работодателей. То есть появляется такая точка притяжения для всех, кто ищет работу и кто готов эту работу предоставить. А также точка притяжения для развития человеческого капитала, человеческого потенциала у нас в регионе. Напомним, модернизация службы занятости Камчатки была запущена в 2021 году. Завершить ее планируют к ноябрю 2024 года. Долг за лечение собак не может оплатить приют под крылом Кутха в Петропавловске. Сумма за ветеринарные услуги составила почти 45 тысяч рублей. Как рассказали зоозащитники, все деньги ушли на содержание четвероногих, и теперь самостоятельно справиться с проблемой они не могут. Собаки, попадающие в приют, зачастую имеют проблемы со здоровьем, а стресс при поступлении очень ослабляет иммунитет. Ветеринарная помощь необходима большинству подопечных приюта. Ведь практически все хвостатые в учреждении – бывшие домашние, но покалеченные, либо пожилые. Желающие помочь приюту могут пожертвовать средства через перевод по номеру телефона, который указан на экране. Гонки на батах. Лодках, традиционно используемых коренными народами Дальнего Востока, провели в Усть-Камчатском районе в день аборигена. Участникам предстояло продемонстрировать ловкость и умение грамотно взаимодействовать с водной стихией. Бат 8 метров. Я на нем рыбачу. Ну и как бы мы на прогулку выезжаем с семьей. Соревнования проводятся в 90-х годах. Предки наши на шестах ходили без моторов. Казаки пришли и начали под парусом ходить. Празднование собрало под открытым небом представителей разных поколений, объединенных общими традициями и культурой. В поселке Ключи в этот день отличившихся представителей коренных народов наградили ценными подарками, благодарственными письмами и почетными грамотами. Уважаемые односельчане, гости, дорогие земляки! Поздравляю вас с Международным Днем коренных народов мира! В этот праздник хочется поблагодарить всех, кто помогает сохранять наследие своих народов, кто передает новым поколениям вечные и нерушимые ценности. Пусть живут и процветают коренные малочисленные народы, хранители древней мудрости и яркой неповторимой культуры. Я являюсь одним из представителей народов Камчатки. Мне очень нравится этот праздник. Я каждый год участвую в его организации и очень рад, что такие праздники существуют. Это помогает людям не забывать о таком народе, как коряки и вены и многие другие Камчатские народы. Неотъемлемой частью празднования не только в Ключах, но и в Козыревске стали традиционные танцевальные и музыкальные номера местных артистов. Наша площадка, она и была построена для того, чтобы показать и людям, живущим здесь. То есть Козыревск издревле считается тем местом, где жили, проживали и тыльмены. И тыльмены чуть позже Камчаталы. Поэтому здесь сохранился вот этот вот дух. Сегодня я выступала на празднике. Со своим коллективом мы танцевали северный танец «Пробуждение». Праздник был замечательный. Мне абсолютно все понравилось. Народов было достаточно много. Все радовались, плясали, танцевали. Была очень вкусная уха и пироги. На мастер-классах можно было научиться бисероплетению, игре на бубне и основам резьбы по дереву. Гостям предложили освоить старинные техники народного творчества. Для детей обустроили игровые площадки, а общество пенсионеров организовало ярмарку с разнообразными блюдами. Желающие могли отведать традиционную уху. Ароматный суп из свежей рыбы стал символом связи с природой и уважения к ее дарам. Добавим, празднование дня аборигена на Камчатке призвано привлечь внимание общественности к проблемам и потребностям коренных народов.